Шереметьево имени Пушкина, Псковский аэропорт имени княгини Ольги, Симферопольский имени Айвазовского. Обновленные названия 44 аэропортов нашей страны сегодня закрепил подписанный президентский указ. В ходе всенародного конкурса 6 миллионов россиян выбрали имена выдающихся соотечественников. Репортаж Алексея Головко. Утром они вылетали еще в аэропорт Шереметьево, а днем приземлились уже в Шереметьево имени Пушкина. Десяткам аэропортов страны теперь официально присвоены имена поэтов, ученых, героев, правителей. Великие люди, они достойные, чтобы быть на слуху. Некоторые наши современные, молодежь, например, не знают даже, кто такой Пушкин. Пока Александр Сергеевич лишь скромно вместе с другими великими россиянами встречает пассажиров. Но скоро станет главным лицом гавани. Заменить таблички за один день, конечно же, невозможно, но в Шереметьево обещают, что аэропорт изменится уже через несколько суток. Здесь многое будет напоминать об Александре Пушкине. И появится даже литературная гостиная, где в перерывах между рейсами можно будет, например, еще раз вспомнить чудное мгновение или попереживать за Руслана и Людмилу. Особо подчеркивается, привычное название никто не отменяет. Это не переименование, а присвоение великого имени. Так же, как Внуково теперь будет носить имя авиаконструктора Туполева, а домодедово ученого Ломоносова. Правильно, чтобы такие имена были выписаны на фасадах лучших и главных зданий в нашей стране. Аэровокзал Магадана теперь будет назван в честь актера Высоцкого. Воздушная гавань Новосибирска увековечит летчика-героя Покрышкина. Калуга будет напоминать о Циолковском, а Мурманский аэропорт о Николае II. Всего 44 новых названия по всей стране. И это не только герои давних эпох. Певец Дмитрий Хворостовский родился и начинал карьеру в Красноярске. И теперь его именем земляки назвали аэропорт. Заносить имя Хворостовска, ну, как бы, это довольно значимо тоже. Их красиво, и мне кажется, к самому итогу подходит сюда. О Сергее Королёве не забыли в Самаре, где он строил ракету для Гагарина. Поддерживаем, да, Королёв знаменитая личность. Тем более космическая столица. О Екатеринбурге, о заводчике Демидове, без которого не было бы промышленного Урала. Это очень красиво звучит, и очень исторически, как бы, я считаю, что это очень важно. Никаких минусов. Всего за новые имена по всей стране проголосовали более 6 миллионов человек. Теперь дело за аэропортами, которые должны стать такими же узнаваемыми, как произведения, открытия и подвиги тех, чьи имена они отныне носят. Алексей Головков, Владимир Миняйлов, Владислав Додонов и Александр Макридин. Вести. Субтитры создавал DimaTorzok